С 1 февраля в России вступает в силу целый ряд нововведений. Они связаны с индексацией различных социальных выплат, увеличением уже существующих и введением новых штрафов, а также повышением цен. Никита Васильев продолжит. В феврале ожидается индексация ряда пособий. Так, материнский капитал в этом году будет проиндексирован в начале февраля, исходя из уровня фактической инфляции. До этого года маткапитал традиционно индексировался в январе по уровню прогнозируемой инфляции. Закон о переходе на новый формат, который теперь должен использоваться ежегодно, в декабре прошлого года подписал Владимир Путин. В середине января Минтруд сообщил, что в этом году материнский капитал с учетом фактической инфляции проиндексируют на 8,4%. Таким образом, выплата на первого ребенка составит 524,5 тысячи рублей и чуть более 693 тысяч рублей на второго. Но при условии, что семья не получала денег после рождения первого. Если выплата ранее была получена за второго ребенка, семье выплатят 168,6 тысяч рублей. На 8,4% вырастут и другие социальные пособия. К примеру, единовременная выплата при рождении ребенка составит 18,8 тысяч рублей в случае, если ребенок родился до начала февраля. И 20,4 тысячи рублей, если ребенок родился после первого февраля. Обратиться за выплатой можно в течение полугода с момента рождения ребенка. Минимальное пособие по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет составит 7,6 тысячи рублей в месяц. Максимальная планка вырастет до 31,3 тысячи рублей. Если пособие уже было назначено ранее, дополнительно обращаться за перерасчетом не потребуется. Отметим, что дополнительную индексацию пенсии в феврале могут ожидать и неработающие пенсионеры. Напомним, в январе ее проиндексировали на 5,9%. Однако вскоре после новогодних праздников Владимир Путин предложил проиндексировать ее выше уровня фактической инфляции, которая оказалась в прошедшем году выше, чем планировалось и составила 8,4%. Предлагаю, так как и говорил об этом на съезде «Единой России» летом прошлого года и в декабре, на большой пресс-конференции, проиндексировать пенсии чуть даже выше инфляции. Сейчас она планируется, но не планируется, а сейчас смотрится как 8,4%. На 8,6% с небольшим зазором, потому что окончательных цифр по инфляции пока нет. Я прошу правительства в самое ближайшее время провести необходимые процедуры и принять решение. Начиная с февраля владельцы банковских вкладов, общая сумма которых составляет более 1 миллиона рублей, впервые должны будут заплатить налог. Речь идет о положении закона, который был принят еще в 2020 году. Тогда речь шла о том, что такая мера позволит восстановить социальную справедливость. Документ вступил в силу в прошлом году, поправки, касающиеся налогообложения, начнут действовать сейчас. Также с 1 февраля вступает в силу закон, защищающий прожиточный минимум от списания. Отныне на зарплату и другие доходы, равные прожиточному минимуму, не может быть обращено взыскание по исполнительным документам. Чтобы воспользоваться таким правом, должнику необходимо будет в обязательном порядке обратиться лично с заявлением в подразделение судебных приставов, где ведется исполнительное производство. В заявлении должник должен указать свои данные, фамилию, имя, отчество при наличии, гражданство, реквизиты документов, удостоверяющую личность, место жительства или место пребывания, номер контактного телефона, дата и номер исполнительного производства. Также с 1 февраля произойдет подорожание алкоголя, как минимум на 5%. Все дело в акцизной ставке, которая будет повышена ровно на 5%. Ожидается, что для того, чтобы не понести убытки, производители, скорее всего, поднимут цену на эту же сумму. Еще одно новшество, которое начнет действовать с приходом последнего месяца зимы – электронные больничные. Теперь врачи будут оформлять их в электронном виде, заверяя электронной подписью и сразу направлять в фонд социального страхования.